Часть третья. Франчайзер из Казахстана задает правильные вопросы. Побольше бы таких франчайзеров. Много франчайзеров у нас пассивных. Вчера поляк из Союза, блогер, приезжал и спрашивал, какие франчайзеры прям хорошо работают. Ну, вот так, чтобы суперидеально работал по принципу, который вот я считаю, если бы я был франчайзером, как бы я работал, такого нет ни одного. Потому что активных людей вообще очень мало, да? Наверное, там 1%, 99% это пассивные люди. Если бы все были активны, все бы бизнесом занимались. Но нужна активность, нужно задавать вопросы. Чем больше вы будете задавать вопросов, тем вы больше получите ответов от нас. Я на все вопросы всегда отвечаю, абсолютно на все. Никто не может меня упрекнуть, что я кому-то из франчайзеров на вопросы не ответил. Единственное, что бывает, что франчайзеры задают одни и те же вопросы, я их на видео отправляю. Я говорю, видео посмотрите, вот эти, потому что там это все уже разжевано по нескольку раз. Но я всегда отвечаю на все вопросы, стараюсь делать видео ответы, чтобы другие франчайзеры тоже посмотрели. Давайте четвертый вопрос. Бизнес США. А, так, это уже был в предыдущем. Дальше. Роды. Сделаю объявление в группах Супермама Клуб, в Уман Клуб по подготовкам к родам. Также, думаю, обратиться к свадебным стилистам, фотографам, чтобы они сеяли правильные мысли невестам. Хорошая идея. Сеять правильные мысли. Вопрос, кому еще можно обратиться. Но роды это такая немножко узкая тема, потому что, во-первых, очень дорогая тема. То есть, роды надо иметь там 10-20 тысяч долларов, чтобы родить в Америке ребенка. А может быть и больше, в зависимости от того, в какой квартире будете жить. Потому что пока вы ждете роды, вам надо жить где-то. А потом с ребенком вы сразу за 2 секунды не полетите. Нужно документы сделать, чтобы он немножко подрос. И через 2-3 месяца только улетать. Это тоже затраты. И питание, и проживание. На ребенка много нужно затрат. Купить и кроватку, и так далее. Поэтому здесь публике немного будет, которая захочет родить в Америке. Но в любом случае, ход ваших мыслей правильный. Это группы, в которых сидят будущие мамы. Или действующие мамы. Которые планируют второго ребенка, может быть, родить в Америке. Поэтому свадебные специалисты тоже годятся. Фотографы тоже годятся. Чем больше о вас будут знать, тем лучше. Шестой вопрос. Товары из США. Тут самое сложное. Я вообще не понимаю, как это работает. Можно будет связаться с человеком, который занимается именно этим направлением. Может, ваши франчайзеры по этому направлению, в других регионах, будут добры подскажет его начать. Вам нужно... Я вам сегодня пришлю видео. Закрытые у нас есть видео. Они на YouTube не находятся. Они специально сняты для франчайзеров по доставке. И там очень все подробно рассказано. И вы поймете, как это работает. Не буду сейчас это разжевывать. Там очень подробно я рассказываю. Ну, вот, вроде бы, я сделал ответы на все вопросы. Уважаемые франчайзеры, задавайте вопросы. Работайте, зарабатывайте. Рынок огромный. Каждый второй украинец хочет уехать в Америку. Каждый седьмой россиянин хочет уехать в Америку. Даже путинская ФЦОМа, это центр изучения общественного мнения государственного, полугосударственного. И то подтверждает, что каждый десятый человек хочет из России уехать в Америку. То есть, государственная пропаганда не может сдержать то, что все-таки творится сейчас в головах людей, которые живут в России, в Украине, в Белоруссии. В Узбекистане, наверное, каждый хочет уехать в Америку. Ну, может быть, там меньше одного процента. Там чиновники какие-нибудь коррумпированные хотят жить в Азбекистане. Остальным всем хочется в США. Я вот не встречал еще жителей Узбекистана, которые, во всяком случае, не хотели бы жить лучше. Все хотят жить лучше. И, конечно, Америка позволяет им здесь себя реализовать. Пишите, звоните, спрашивайте вопросы. Нам очень интересны регионы, где мы не присутствуем. В частности, допустим, Тюргизия, Туркмения, Таджикистан. Там нет наших франчайзеров. Грузия, Армения, Азербайджан. Пожалуйста, подключайтесь. Жду ваших контактов. Звоните нам по телефону. Плюс 1-347-265-6186. Пока.